Важно обеспечить легитимность и прозрачность выборов в регионе. Об этом во время встречи с председателем краисбиркома Юрием Бурлачко заявил губернатор Александр Ткачев. Во многом мы предъявим сегодня лицо будущей власти. И радует, что все предвыборные кампании прошли достаточно без серьезных нарушений. Безусловно, это говорит о уровне политической культуры, которая образовалась достаточно успешно за последние годы в крае. Мы, конечно, учли опыт предыдущих выборов с учетом применения новых технологий, а именно КАИБы, которые зарегистрировали себя очень положительно. Но, конечно, огромная ответственность сложится на плечи членов избирательной комиссии краевой. Подчеркиваю, нам нужно максимально усилить контроль и со стороны членов комиссии, и, конечно, со стороны наблюдателей всевозможных партий, общественных объединений. На территории края были сформированы впервые сроком на 5 лет 2685 участковых избирательных комиссий. В их формировании приняли участие 22 политические партии. Председатели участковых избирательных комиссий являются назначенцами 19 политических партий. Более демократичные структуры, чем система избирательных комиссий, я думаю, на территории Российской Федерации, навряд ли какая-то есть еще. Впервые мы проводим в городе-курорте Геленджике, Белореченском, Кавказском, Туапсинском, Тихорецком районах выборы парламентов муниципальных образований по смешанной системе, мажорально-пропорционально. Половина избирается по спискам, половина по одномандатным округам. 8 сентября на территории края откроются более 700 избирательных участков. На посты глав районов, поселений и депутатов на Купане претендуют представители сразу 13 политических партий. Кто победит в выборной гонке, решат жители края уже в это воскресенье.